Всем привет! Сегодня с вами поговорим про классные российские, ну и не только на самом деле, российские бренды косметики, которые можно купить без проблем, без байеров, без долгих ожиданий доставки. И, конечно же, в первую очередь я покажу те бренды, которые меня интересовали какое-то длительное время, лежали у меня в виш-листах, и вот я дорвалась, их попробовала, и вам тоже все про них расскажу. Во-первых, это бренд Darling, который в последнее время очень-очень активно раскручивается в социальных сетях разных, и золотое яблоко его активно промоутирует, и вообще это такой бренд, который, насколько я знаю, продается только на золотом яблоке, и купить его можно только там, поэтому нигде посвочить я его не могла, и ориентировалась только на свочи в интернете и отзывы других девушек. Дальше мы поговорим с вами про бренд Романова Makeup, покажу одну из самых популярных ее палеток, покажу вам в очередной раз в макияже кисти Анастасии Воевозиной, который мне очень нравится, и до 17 августа действует мой промокод на скидку у этого бренда. Я все подробно пропишу внизу в описании под роликом, все промокоды будут там, и здесь вот на экране я тоже пропишу, мне с этого ничего не будет, я просто эту скидку у них выпросила для подписчиков, потому что сама уже достаточно длительное время пользуюсь кисточками этого бренда, и знаю, что найти классные кисти для макияжа на самом деле достаточно сложно, особенно из синтетики, которую я до этого времени не любила. Ну, в общем, короче, если вы хотите классные кисти для макияжа, то бренд Анастасия Воевозина, давайте их я сегодня вам тоже покажу. Покажу вам свои фавориты, которые у меня в Project Penny, консилер, тональный крем, пудра, которую я уже тоже хвалила несколько раз на канале. В общем-то, наверное, все. Больше всего, конечно, будет бренда Darling. Короче, давайте не тормозить, поехали. Первое, что я буду делать, это носить тональный крем, потому что сегодня никаких суперсыпучих теней не будет, и в качестве тона у меня Luxe Visage Skin Evolution в оттенке номер 10. Этот тональный крем у меня в Project Penny, мне он нравится, это прекрасный бюджетный тон на каждый день. Наношу влажным спонжем, как видите, вот здесь вот у меня пятнышко от пигментации, и вот здесь вот тоже где-то на лбу еще одно было, но меня не сильно парит. Хотя я, знаете, между прочим, пользуюсь SPF каждый божий день, но вот эта пигментация все равно появляется с этой стороны каждый год, вне зависимости от того, пользуюсь я SPF или нет. А вообще тональный крем прекрасный, он перекрывает какие-то легкие недостатки, какие-то покраснения, потемнения, прекрасно работает с сухой кожей. Если у вас какие-то легкие шелушения, не заживающие болячки, а именно просто кожа сухая, то этот он тоже будет хорошо выглядеть, скорее всего, потому что он такой неподсушивающий. И у него приятная консистенция, немножко как будто бы гелевая, я бы сказала. Чуть-чуть на веки захожу тоже остатками на спонжи, которые остались. Под глаза наношу консилер Manly Pro, он тоже из Project Pen. Консилер называется Perfectionist. Не скажу, что он мне сейчас нужен, если бы я просто красилась на улице, то, скорее всего, я бы взяла более легкий какой-то вариант. А так как я на камеру крашусь, то здесь лучше использовать что-то чуть более плотное. И вот Manly как раз замечательно подходит в этом случае, потому что он достаточно перекрывающий и пигментированный. И, конечно же, ну прям объем это он не скроет, в принципе, никакой консилер объема не скроет. Но именно с точки зрения перекрытия цвета он, конечно, отличный, особенно если наносить его прям так плотненько. Но в зону вокруг глаз я наношу консилер не очень плотно, потому что если наносить его плотно, то он будет подчеркивать складочки и морщинки, даже если его припудрить. Ну, в общем, я предпочитаю не борщить в этой области, пусть лучше будут немного просвечивать синяки под глазами, чем я буду ходить с таким плотным пергом в этой области. Это не самое приятное. И еще я хочу нанести пудру рассыпчатую, это Influence Beauty Zero Gravity. Все так же она мне нравится, как я ее хвалила в предыдущих роликах, так до сих пор и хвалю. Очень тонкая такая вуальная пудра, блюрит, матирует. Естественно, на жаре плюс 30 матирует не так здорово, как на 15 градусной температуре весной. Но все равно очень-очень достойная пудра, мне нравится, как она работает с порами. Я и припудрила центр лица, и сейчас место, куда буду наносить румяна, тоже припудрю. Теперь буду наносить румяна вот такие вот от бренда Darling. Бренд этот эксклюзивный, продается в Золотом Яблоке, и у меня оттенок 01. Он такой розоватый, достаточно пигментированный на самом деле румяна. Беру кисточку Анастасии Воеводина 1.22 и наношу, собственно, сами румяна. Интересно, что эти румяна мне удалось купить только с третьего раза, потому что именно этот оттенок почему-то все время распродан. Второй оттенок, который можно приобрести, он такой более какой-то рыжеватый. Я знаю, что мне такие цвета не идут. А вот этот такой более ходовой и розовенький. Что я могу сказать? Что цвет, конечно, красивый, но пигментация достаточно сильная. То есть с ним нужно прям аккуратненько работать с этим оттенком. Цвет красивый, мне нравится. Он такой освежающий достаточно. Думаю, что он и зимой будет хорошо выглядеть, и летом. Я сейчас специально нанесла побольше, просто чтобы вам был лучше виден оттенок. Но вообще, конечно, можно было бы и поменьше сделать, если так вот для жизни уж прям краситься. Мне кажется, что для этих румян лучше использовать какие-то более воздушные кисти. Не очень плотные, чтобы не пятнить. Сам оттенок красивый, румяно-стойкий, держится хорошо. Но вот вопрос к пигментации. Я все-таки больше люблю, когда пигментация полегче немножко, когда вот можно наслаивать, когда можно прям вуаленько так нанести. Давайте спонжем чуть-чуть потушую, сбавлю интенсивность. На спонже у меня практически ничего не осталось. То есть, по сути, я просто румяна немножко так припечатываю и дополнительно их так как бы в кожу втаптываю, вливаю. Не знаю, как правильно это сказать. Ну, в общем, после того, как вы нанесли румяна, если вы потом пройдете спонжем, то результат будет симпатичный. Особенно, если вы действительно переборщили, вас это прям спасет. Что мне нравится в этих румяных цвет? Что мне не нравится, это пигментация и, честно говоря, упаковка. Сначала мне понравилось, но потом оказалось, что она очень легко царапается. У меня как бы вся косметика лежит в комоде. Я ее никуда особо не ношу. Но иногда на комоде она лежит. Но на крышке вот уже образовалась какая-то царапинка непонятная. Я бы с большим удовольствием, конечно, пользовалась упаковкой, которая не так легко царапается. Плюс, на самом деле, эти румяна не супер бюджетные. То есть, если мы сравним с какой-нибудь белорусской косметикой, румяна, которые у меня закончились совсем недавно в моем Project Penny, ссылочка вот тут вот. Собственно, вот эти румяна были куплены на замену тем. И, знаете, вот белорусские мне пока, честно говоря, нравятся больше. Хотя они бюджетные, наверное, в районе 350 рублей они стоят. А эти на сайте Золотого Яблока вообще очень по-разному могут стоить. Так как на бренд Дарлинг часто действуют какие-то скидки, то их можно купить и за 500 рублей, и за 1000 рублей. Как повезет, короче. Я купила, мне кажется, рублей за 700. Кстати, на ощупь, на самом деле, румяна очень интересные. Они как будто бы немножко муссовые. Видите, они даже набираются как будто бы кремовые немного. Но по факту это сухие румяна, конечно. Я бы не сказала, что это прям самые лучшие румяна в моей жизни. Они хорошенькие. Но мне больше нравится более слабая пигментация у таких продуктов, как у румян, так и у бронзеров. Я здесь предпочитаю что-то такое более нежное, скажем так. Эти румяна матовые, они не имеют никаких блесточек в составе, они не сатиновые. Поэтому, если у вас кожа жирная и вы не любите какой-то дополнительный блеск в этой зоне, то, вероятно, вам они понравятся. Я все-таки люблю больше сатиновые румяна, которые дают такой, такой лоск некоторый на щечках. Матовые румяна не мой вариант. Я давно такими не пользуюсь, на самом деле. Но на сайте не очень понятно, насколько они матовые или такой сатин, который просто не активно бликует. Ну, в общем, румяна, наверное, все-таки мимо меня. Давайте перейдем к следующему продукту. Это такой специфический маркер для бровей. У меня оттенок 01. И маркер этот не стандартный, не с одной кисточкой, а с таким вот трезубцем. У меня никогда не было таких штук. Поэтому сейчас у меня, скажем так, первые впечатления будут. Главное, чтобы брови уж совсем каким-то страшненькими не вышли. Надеюсь, что все получится. Оттенок 01, то есть самый светлый. Ну, пока вроде нормально, хотя может быть темновато немного. А как вот здесь? А, ну разворачивать, наверное, да? Темноватый, мне кажется, цвет. Если это самый светлый в линейке, то, вероятно, блондинкам он не подойдет. Потому что я не самая светловолосая девушка. Но цвет мне подходит. Наверное, на лето можно было бы что-нибудь посветлее попробовать. Ну, вот здесь, честно говоря, не очень удобно работать. То есть, понятно, что трезубцам удобно работать вот в этой зоне, например, да? Где-то там, где бровь широкая. Но там, где бровь сужается уже на хвостике, это становится не суперудобным. Давайте я немножко бровь прочешу. Это просто чистая щеточка от карандаша. Ну, просто он прокрашивает бровь. Я не вижу никакого эффекта волосковой техники. То есть, если вы любите волосковую технику, то вам нужен не трезубец, а прям обычный просто маркер для бровей. Давайте попробуем с хвостика начать. Видите, я вот здесь разворачиваю этот карандаш боком. И рисую как бы, по сути, не трезубцами, а просто в одну линию их ставлю. Но вообще скорость мне нравится. Конечно, это быстрее, чем работать маркером. Но, видите, никаких зубчиков нет. Оно просто как бы красит эту зону. Никаких отдельных волосков здесь незаметно. Грязновато, на мой взгляд, получается. И обязательно нужно вот так как-то дополнительно проходиться по бровям. И поправлять там, где наляпалось. Ну, пока, короче, у меня эта вся штука не впечатляет. Возможно, к ней нужно приноровиться. Напишите, пожалуйста, какие у вас были бренды этих трезубцах, если вы таким пользовались. Потому что я, честно говоря, пока не очень кайфую. Мне не очень нравится результат. Я не вижу разницы с обычным вот таким вот карандашом для бровей, который даже не очень тонкий на самом деле. Ну, будем надеяться, что это будет стойка, по крайней мере, да? Дальше переходим к интересной штуке, которая как бы не гель для бровей, а масло для бровей, которое дает влажный эффект на бровях. И я наслышана об отзывах на эту штуку, но мне она досталась в подарок. При заказе там была какая-то акция, типа заказываешь сколько-то продуктов или на какую-то сумму от бренда Дарлинг, и получаешь в подарок вот эту штуку для бровей. Я слышала плохие отзывы и у Марины Лакшес, и у Дарьи Кривды, по-моему, у девушки канал называется. Как вы видите, очень прикольная, удобная щеточка, но я уже его пробовала, и эффект, честно говоря, отстой. Вот видите, он белый оказывается, да? В итоге. То есть это не прозрачная штука, а белая. И вроде бы как она должна брови делать влажными и блестящими. Типа такой эффект здоровых волосков. Но я что-то не понимаю, зачем мне нужен белый цвет на бровях, честно говоря. Что, собственно, не так с этой укладочной штукой? Ну, начнем с того, что она не укладывает брови, то есть она просто их делает, типа, блестящими. Но, ну, я не знаю, кому-то, наверное, нравится такой эффект, но я так подразумеваю, что для того, чтобы вам нравилась эта вещь, ваши брови изначально должны быть очень хорошей формы, вы должна быть такая вся юная нимфа, которая просто, вот ей ничего не нужно красить на лице, просто вот так брови блеском каким-то намазала, и типа все. Потому что, ну, как бы, они блестят, и они не укладываются. Давайте, я знаю, что сейчас они липкие, но давайте мы к этому вопросу вернемся в конце ролика. Я их потрогаю, и мы узнаем, насколько эта липкость пропадает. И, как вы видите, брови, конечно, никуда не зачесались. Будь здоров, кот. Брови никуда не зачесались. С ними, в принципе, вообще ничего не произошло. И, короче, какая-то странная штука. Дальше, давайте переходите к глазам. И здесь у меня будет сегодня палетка. Так как у бренда Дарлинг, по-моему, нет никаких палеток теней, я взяла вот такую вот от бренда Романова мейкоп. Это палетка в коллаборации с елкой. И из всех палеток Романовой мне это как раз больше всего понравилось. Мне понравилось то, что здесь очень большое зеркало, оно прямо во всю крышку. Видите, огромное просто. То есть это такой супер-мега-классный походный вариант. И вот такая вот здесь цветовая гамма. Достаточно нейтрально теплая, я бы сказала. И два металлических, очень ярких шиммера здесь есть. Я, конечно же, все сводчи покажу. А сейчас давайте переходить к макияжу. Что я буду делать? Я хочу сегодня сделать уж что-то, конечно, с этими металликами. Самым ярким хочу сделать. Беру сначала вот этот вот самый светлый оттенок в палетке. И это такой телесный цвет, но он телесный для небледных девушек, скажем так. То есть это такой втушевщик в кожу. Для меня он сейчас, конечно, подходит в качестве втушевщика. Но вообще зимой однозначно он будет таким, ближе к складке века цветом. Не очень он светлый. И на самом деле вот это мне не очень понравилось в палетке. То, что нет светлого оттенка. Я люблю, когда в палетке есть светлый оттенок. Вот хоть убейте, но мне такое нравится больше. Возьму другую кисточку. Это Анастасия Воеводина, номер N04. И хочу еще раз, собственно, по нижнему веку пройтись. Теперь буду углублять складку. Возьму вот этот вот оттенок. Пигментация у палетки такая легкосредняя, я бы сказала. Это удобно для повседневного макияжа, для быстрого. Если вы приверженец таких простых коммерческих макияжей, то вам понравится эта палетка, предполагаю. Ну, если эта цветовая гамма вам нравится. И очень хорошо, что в палетке есть несколько вариантов оттенков и потеплее, и понейтральнее, и потемнее, что очень важно. Теперь беру кисточку поменьше. Это Дарья Холодных бренд. И самый темный цвет в палетке, вот такой вот коричневый. Мне нравится то, что эта палетка не рыжит. То есть она очень хорошо подойдет, как раз, на мой взгляд, к славянской внешности. Девушек, которые такие, ну, далеко не всегда теплые. Как это называется? Цветотип лета. Вот, это вот так, наверное, называется. Вот, скорее всего, вам такие цвета ведь идут. Такие, которые не рыжие и не слишком холодные. А, ну, нейтральные, наверное, это правильно будет называться. Мне кажется, что вот эта палетка как раз для вас. И теперь, наверное, будет самое интересное. Я буду наносить сияющие вот эти металлики. На самом деле, эта палетка славится как раз металликами, потому что они здесь очень такие жирненькие, очень насыщенные. Они прям под пальцем даже вот так вот набираются, как кремовые тени. Очень интенсивно. Золотой цвет чуть-чуть посуше, но все равно он такой, видите, яркий какой, прям золото-золото. В общем, ребята, я сделала макияж. Он мне не понравился. Я его стерла и снова нанесла все те же самые оттенки, чтобы работать с подвижным веком теперь. Собственно, вот этот перетушевщик, вот этот оттенок в складку и этот оттенок для стрелки у меня использован. И сейчас я буду набирать вот этот вот очень красивый, сребряный, но не холодный цвет. Буду набирать его кистью Анастасия Воеводина номер 08. Видите, какой он жирный, прям как будто кремовый. И наносить на все подвижное веко. Мне кажется, что многие эту палетку берут только из-за этого оттенка, честно говоря. Потому что сама по себе она достаточно нюдовая такая, скажем, классическая. А вот этот цвет, он прям делает эту палетку, на мой взгляд, достаточно уникальной. Видите, какой плотный пигмент. Как он все хорошо перекрывает. Это, конечно, красиво, но понятно, что многие на каждый день с таким не будут ходить. Видите, какой интенсивный, прям металлический блеск. Возможно, у тех, у кого веко более возрастное, будут подчеркиваться складочки. Но я с этим сталкиваюсь достаточно редко. Поэтому я действительно тут сильно не советчик. Ну и кисть, конечно, потрясающе работает с формой глаза. Выглаживает текстуру. Все растушевывает. И можно вот прям такой каткриз сделать. Подлезть в складку аккуратно. И вот такой вот немножко техно какой-то макияж получается. Хочется стрелку нарисовать. Наверное, сегодня мы этим займемся. Немного сыпятся тени, но на самом деле не очень сильно, потому что действительно текстура такая прям кремовая. Не буду вам сегодня показывать золотой оттенок. Он достаточно стандартный такой тепленький. Чуть-чуть в оранжевинку даже, наверное, золотой. Таких больше на рынке. Вот такого цвета мало. Стрелку буду делать подводкой от бренда Maybelline. Вот такая вот гелевая. И так как она у меня достаточно уже старенькая, такая подсохшая, я ее буду разводить вот этим вот бьюти-миксером от Анастасии Воеводиной. Просто капельку туда капну, прям в саму подводку. Видите, здесь такой носик удобный. Просто туда так, чепоник. И все. Подводка ожила, снова пластичная и замечательная. Беру вот такую вот маленькую кисточку. Это тоже Анастасия Воеводина, номер 028. Такая кисточка, язычок маленькая. И буду ей сначала делать межресничку. И потом уже саму стрелку. Не пугайтесь, девочки. Ребята, стрелка готова. И переходим к туши. Туши у меня от бренда Darling. Называется она Lash Cocon. Это термотушь, которая смывается теплой водой. И смотрите, какая у нее аккуратная, маленькая, красивая щеточка. Эта щеточка не силиконовая, это ворсистая щетка. И я этой тушью пользовалась уже, наверное, раз 10, может быть. Она не делает какого-то суперобъема. Она дает очень хорошую длину. Она очень хорошо цепляется за корни ресниц. Что это значит? Это значит, что мы хорошо прокрашиваем корни. И, значит, таким образом делаем ресничный ряд более таким густым каким-то. Объем, я бы сказала, такой средний у туши. Но это очень красиво выглядит на каждый день. Это очень удобная и мягкая щетка. Она не тыкает в глаз. Даже если вы ей попадете, то это не будет адски больно. Как от многих, например, белорусских тушей такое бывает. У них такие достаточно острые, колючие щетки. Здесь нет. Здесь щетка офигенная. Она очень маневренная. И за счет того, что она вот такая вот маленькая, ей удобно пробираться к нижним ресницам. Прямо вот так вот их прокрашивать. И это реально настоящая термотушь. Потому что, знаете, на самом деле очень многие производители говорят, у нас термотушь. Но это на самом деле нифига не так. Потому что термотушь это та тушь, которая смывается очень легко и теплой водой. Если эта тушь тяжело смывается теплой водой, значит, это не термотушь. Вот и все, собственно. У меня на самом деле таких истинных термотушей, которые смываются чулочками, только две было за всю, две, было за всю мою жизнь косметическую. Это вот эта вот Дарлинг Лэш Кокон. И еще одна тушь от Хэмиш, которую сейчас в России достаточно сложно купить или она дороже стоит. В общем, это настоящая классная термотушь. Она прекрасно держится весь день. Она дает такие вот достаточно выразительные, длинные ресницы красивые. Вы не получите с ней такого объема, как дает, например, моя любимая Maybelline Lash Sensational. Вот это вот. Нет, это не то. Это не такой объем. Это не такая драматичная какая-то версия туши. Но на каждый день это вообще то, что нужно. Она прекрасно держится в жару. Короче, тушь кайф. Мне прям очень она понравилась. Я ее могу смело рекомендовать. Я доделала глаза. И давайте переходить к губам. И, собственно, с чего началось знакомство с брендом Дарлинг? Это вот с таких вот помад бальзамного типа. Они называются Wet Kiss. И у меня три оттенка из четырех. Как вы понимаете, это о чем-то говорит. Начала я свое знакомство с помадки под номером 2. Давайте я вам сейчас всех их на губах покажу. Давайте начнем с номера 01, чтобы уж по порядку идти. Это помада бальзамного типа. Они вот в таких вот немножко как будто ручках. Выдвигаются они кнопочкой на обратной стороне. Но обратно не убираются. Поэтому слишком многое не нажимайте. Оттенок номер 1. Достаточно яркий такой, как вы видите. И это очень простые в работе помадки. Они действительно такие увлажняющие. Это оттенок 01. Я вам, наверное, сделаю какой-то общий кадр, где будут все три оттенка, чтобы можно было сравнить их между собой. В общем, это оттенок 01. Он такой достаточно тепленький, свеженький. И я думаю, что многим девушкам с теплым тоном кожи он будет таким нюдовым, скажем так. В чем прелесть этих бальзамов? В том, что они хорошо губы увлажняют. Они очень легко наносятся. Они дают какой-то такой легкий, очень свежий оттенок. При этом наносить их легко и быстро, потому что цвет действительно такой нежный. И он не располагает к какому-то четкому контуру. Это такой очень легкий летний бальзам. Следующий оттенок 02. Сейчас на губах у меня оттенок 02. Он такой более какой-то сочный, летний, немножко яркий, какой-то такой красноватый коралл может быть. Ну и он, конечно, очень, мне кажется, освежает. Возможно, не к этому макияжу глаз он будет подходить. Но вот этот тот оттенок, с которым я, собственно, знакомство начала, мне хотелось чего-то такого более сочного на губах. И он прекрасно выглядит соло, когда на глазах почти ничего нет, кроме туши. Когда вы просто идете куда-то, не знаю, на пляж загорать или вечером гулять куда-то. Но вам не хочется, например, краситься и не хочется вообще на себе ощущать какой-то макияж. То вот это прекрасный вариант. А еще у этих бальзамов есть офигенное качество. У них есть такой эффект легкого-легкого холодка. А не покалывание, а именно холодка. Такой какой-то ментоловый эффект, очень приятный, очень нежный. И в жару, конечно, это приятный эффект. Не знаю, насколько это будет актуально в более холодное время года, но сейчас это очень приятно ощущать. И, кстати, вот в этом вот втором оттенке есть еще какие-то легкие отдельные блесточки. Это если на стик смотреть. А вот так в жизни я их, честно говоря, на губах не вижу. Так что, на мой взгляд, на блесточки здесь полагаться не стоит. Я думаю, стоит выбрать просто по оттенку. И последний оттенок, который у меня есть, вот этих вот вэткисов, это оттенок номер 03. И он, пожалуй, самый универсальный для меня. Это такой более бежевый, розоватый, прохладный нюд. Я думаю, что этот оттенок большему количеству людей должен понравиться, потому что он просто более спокойный и более повседневный. И я знаю, что им я буду пользоваться круглый год, скорее всего. Если два предыдущих, они достаточно такие сочные, яркие, то этот цвет такой вообще супер повседневный, на каждый день вообще беспроблемный. И к этому макияжу он тоже, на мой взгляд, подходит лучше, чем все предыдущие. Но вы можете внизу в комментариях проголосовать, какой из вэткисов вам понравился на мне больше и какой бы вы себе купили. Мне, в принципе, нравятся все, но если бы заставили выбрать один, то я бы выбрала вот этот вот под номером 3. Давайте потрогаем брови, насколько они липкие или нелипкие. Ну, блеск на бровях я отчетливо вижу. Я не скажу, что для меня, честно говоря, это свидетельство здоровых бровей, потому что, не знаю, мои волоски сами по себе не то чтобы очень блестят. Ну и да, собственно, это масло или как это называется, штука для бровей, она отпечатывается, то есть она в течение всего дня будет туда-сюда по лицу елозить, если вы будете задевать брови. Не знаю, есть люди, которым такая штука нужна для бровей? Ну, может быть, есть, но это не я, честно говоря. Зачем нужны блестящие, незафиксированные брови? Расскажите мне кто-нибудь. Я примерно 8-9 часов уже хожу с этим макияжем, и, как вы видите, почти ничего не скаталось. Вот здесь вот только прямо у основания совсем немного. Здесь нет никаких скатываний. Ну, то есть даже без базы тени не скатываются, хотя у нас на улице плюс 30 и очень влажно. И да, есть какие-то блёсточные осыпания вот здесь вот внизу, в основном почему-то во внутреннем уголке. Не знаю, почему так вышло, но всё-таки, наверное, лучше эти тени наносить на базу, хотя и без базы, в принципе, возможно, они будут держаться хорошо, и если на улице будет просто не так жарко, если какой-нибудь, не знаю, зимой или весной вы краситесь, когда на улице не 30 градусов, тогда, возможно, они и так будут держаться, но я бы сказала, что вообще-то с точки зрения скатывания у них всё очень даже хорошо. Давайте поговорим о том, что я могу вам прямо от чистого сердца рекомендовать, что положить в виш-лист и ловить на скидках. Ну, давайте про бренд Дарлинг, потому что он у нас сегодня такой ведущий, скажем так. Прежде всего, вот эти вот помадки Wet Kiss, очень достойный продукт, на мой взгляд. Лучше, конечно, в Золотом Яблоке ждать какую-то акцию на этот бренд, потому что, мне кажется, раз в месяц вот это вот какие-то скидочные истории с Дарлингом случаются. Или три по цене двух, или какая-то большая скидка на бренд. В общем, положите в избранное и ждите самую выгодную стоимость. В этих помадках, на самом деле, прекрасно, на мой взгляд, абсолютно всё, не считая того, что они чуть-чуть всё-таки липковаты. Если вы совсем не терпите липкость на губах, то это не ваш вариант. Но липкость здесь не противная, такая умеренная и комфортная, я бы сказала. Конечно, они не держатся весь день, как любые бальзамные помады, но они прекрасно переживают лёгкие перекусы, блеск просто становится не таким ярко выраженным, но даже если вы попили кофе с каким-то, не знаю, с печеньем, или с каким-то, не знаю, бутербродом, то вы можете даже не подправлять губы после этого. После обеда, конечно, да, но вот после лёгкого перекуса можно не подправлять. Что касается вот этого трезубца для бровей, то я бы не сказала, что он для меня станет отличником. Мне не понравилось то, что здесь нет вот этого эффекта волосковой техники, потому что кажется, что он должен быть, но по факту трезубец этот достаточно такой жирненький на конце, и он просто полностью закрашивает поверхность практически, не оставляя никаких отдельных таких нарисованных волосков. Мне больше нравятся всё-таки маркеры с кисточкой. Ну, я думаю, что эту штуку я всё равно буду использовать, потому что средства для бровей быстро заканчиваются, иногда хочется использовать разные средства для бровей, поэтому он остаётся в моей косметичке, но рекомендовать я его точно не буду. Как не буду рекомендовать и вот это вот странное масло для бровей от бренда Darling? Я, честно говоря, присоединяюсь к блогерам, которые не поняли эту штуку. Я тоже не поняла. Мне кажется, что это суперпровальный продукт. Не знаю, кому он нужен. Он неприятный в использовании, он бесполезный. Я даже не знаю, ну, как бы хранить я его точно не буду, пользоваться им я тоже не буду. Возможно, дам кого-нибудь побаловаться, попробовать. Может быть, кто-то и захочет его взять. Но в целом, нет, вообще, хорошо, что он достался мне в подарок, хорошо, что я не тратила на него свои собственные деньги. Румяна от бренда Darling в оттенке 01. Красивый оттенок, достаточно сильная пигментация. Работать надо пушистой мягкой кисточкой, но пушистая мягкая кисточка, может быть, не всегда хорошо будет набирать этот оттенок. Красивые румяна, не знаю, останутся ли они со мной в косметичке, ну, какое-то время точно полежат, по крайней мере, до того, как загар мой сойдет с меня. Я еще их буду тестировать при разном своем цвете кожи, скажем так. Не скажу, что прям вот фаворит-фаворитыч. Мне кажется, что мои любимые Belor Design Velvet Touch, которые у меня закончились, были круче. Но буду дальше пробовать, возможно, мне зайдут эти румяна. Могу отметить, что текстура у них прикольная и приятная, но на самом деле мне, честно говоря, уж все равно, какая текстура у румян, главное, как они выглядят на лице. Ну и то, что они совсем матовые, мне тоже не очень понравилось. Я люблю больше сатинового румяна. Рекомендовать тоже не буду, но в косметичке моей они какое-то время еще поживут. Ну и что еще у бренда Darling я однозначно могу рекомендовать, это вот эта вот термо-тушь Lash Koken. Офигенная тушь. Вот прям мне очень она понравилась. Из последних тушей, которые я пробовала, это, наверное, мой такой фаворит новый. Прежде всего мне понравилась кисточка, которая прям замечательно, когда к корням ее подводишь, она прям за корни цепляется, оставляет достаточно много туши на самих корнях ресниц. Получается такая, как будто бы межресничка уже готовая. И потом уже хорошо распределяется по оставшейся части ресниц. Это выглядит очень хорошо, очень красиво. Да, это не супер-вау какой-то объем, но это комфортная тушь на каждый день с аккуратной, не колючей щеточкой, которая реально смывается чулочками теплой водой. Тушь Must Have. Я думаю, что я ее буду повторять. Если увидите ее на Золотом Яблоке еще и со скидкой, то я прям сильно советую на нее посмотреть, если вы любите такие туши, в принципе. Ну, конечно, я не могу не похвалить своих уже многомесячных фаворитов. Это вот тональный крем Luxe Visage, бюджетный вот этот Skin Evolution. Прекрасный тональный крем на каждый день. Без каких-то чудес. Просто хороший рабочий тональный крем для, наверное, любой кожи, кроме прям совсем какой-то жирный, потому что обычно обладатель жирной кожи любит больше мотирования. Он не дает мотирования. Это такое сатиновое натуральное покрытие. И в жару, конечно, он начинает достаточно быстро блестеть. Легкое, среднее покрытие, в зависимости от того, как его наносить. Смело рекомендую тем, кто не хочет тратиться на какие-то дорогие тональные средства. Консилер Manly Pro, перфекционист. Много раз его показывала на канале, много раз его хвалила и продолжаю хвалить. Прекрасный, пигментированный, перекрывающий консилер и под глаза, и на какие-то высыпания и воспаления. Все, что только можно скрыть, он скроет, особенно если наносить его вот такой вот кисточкой, плотненькой синтетикой. Ну, кстати, кисти Анастасии Воеводиной, я же не могу их не похвалить. Не могу, потому что они мои фавориты на протяжении последнего, ну, уже очень длительного времени, на самом деле. Кисти реально классные. Вот прям я от души советую. Мне кажется, что у меня никогда не было столько кистей одного бренда. Настолько мне они полюбились и понравились, что у меня есть и кисти для лица, и кисти для глаз. И отдельное видео с обзором этого бренда у меня тоже уже есть. Ссылочку я оставлю в уголочке. Офигенные кисти. Гелевая подводка от Maybelline. Ну, тут как бы вообще никаких вопросов нет. Это такая уже многолетняя классика. Бюджетная, хорошая гелевая подводка в банке. В комплекте к ней еще, по-моему, насколько я знаю, шла кисточка, которая всем нравится обычно, но мне что-то она не понравилась. Она мне показалась толстоватой. Мне ей было неудобно работать, я от нее избавилась. Но сама вся подводка замечательная. Хорошо делает стрелки, стойкая, никаких вопросов к ней нет. Подводки гелевые в формате банки я всегда использую с какими-то вот такими средствами-разбавителями, потому что они достаточно быстро сохнут и перестают быть пластичными. И вот такие вот разбавители типа, вот как это называется, бьюти-миксер Анастасия Воеводина, они всегда делают такие подводки более удобными в работе, более жидкими, но при этом никак не сказываются на их стойкости. Короче, бьюти-миксер, если вы любите графику или стрелки, то это тоже ваша тема. Но если у вас есть дюралайн, например, то вам эта штука, конечно, не нужна. То есть это такая альтернатива, скажем так. Рассыпчатая пудра Influence Beauty Zero Gravity. Я ее много раз хвалила на канале и еще раз похвалю, и пока она не закончится, у меня я буду ее хвалить, пока вы все ее не купите. Ну, короче, классная пудра. Рассыпчатая, блюрит, хорошо держит макияж, очень тонкая, не ощущается на коже, не сушит, никаких высыпаний не вызывает, потому что здесь нет талька, если вы к этому чувствительны. Классная пудра, но она, как оказалось, не бюджетная, если мы пересчитываем на граммы стоимость. Я не пересчитываю на граммы, обычно стоимость косметики, когда ее покупаю. Может быть, зря, но мне так комфортно. Если ищете рассыпчатую пудру, отличную, то вот вам вариант от Influence Beauty. Ищите на скидках или в магнит-косметике на вот этих скидочных днях, которые у них часто бывают посредине месяца, тоже можете на ее посмотреть. Ну и напоследок расскажу про палетку от бренда Романова Мейкоп в коллаборации с елкой. Ну, точнее, не в коллаборации, а просто эта палетка как бы посвящена певице елке. Я так понимаю, что это самая популярная палетка у бренда, потому что есть еще одна в более розовой гамме и другая тоже какая-то такая красновато-персиковая. Вот эта палетка, наверное, более универсальная из всех палеток бренда. Мне понравилось ее качество, с ней достаточно легко работать. У нее есть вот эти вот эффектные металлики, которые делают макияж праздничным, таким прям бабамистым. И в целом, конечно же, она универсальная. Мне от этой палетки немного не хватает пигментации матовых, честно говоря. Хочется, чтобы они более плотненько так ложились на кожу, более интенсивно. Но это вот прям на вкус и цвет, ребята. Плюс для меня это нюдовая палетка, так как два вот этих металлика, они такие, ну не будут уж они часто используемыми. Даже у меня, как у любителей, достаточно ярких макияжей. И мне многовато, сколько здесь, 7 оттенков остается нюдовых. Вот для меня это много. То есть мне достаточно нюдовой палетки из, не знаю, 5 оттенков, это прям максимум. Поэтому, наверное, эта палетка не станет моим фаворитом, таким прям настоящим, истинным. Мне очень понравилась упаковка, понравилось то, что это такой добротный пластик, то, что здесь большое зеркало, то, что она открывается вот так вот. То есть в нее очень удобно краситься будет. То есть палетка прям продуманная. Мне нравится, что человек, который ее создавал, он подумал о своей аудитории. Это офигенно и здорово. Нормальная палетка, но я люблю, когда в палетках, где так много оттенков, а 9 это все-таки уже много достаточно, когда цветовая история чуть более разнообразная. И когда в палетке есть светлый оттенок, мне нравится, честно говоря. Здесь такого прям светлого нет. Есть такой темновато-телесный, который не всегда мне подходит. Внизу в комментариях напишите, что вам из этой косметики больше всего понравилось, что вы решили купить, а что решили точно не брать, что добавили в виш-лист, возможно, или что вам очень понравилось на мне. Если это видео вам понравилось, то обязательно поставьте ему палец вверх, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать следующие ролики. А с вами была Наташа, и всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok